Приветствую вас. Такой аспект, как принятие самостоятельных решений, то бишь некая такая автономия, которая внушается в определении структуры. Для чего нам с вами нужно в первую очередь проследить последовательность того, о чем вы говорите. Значит, вы пишите, как научиться принимать самостоятельные решения. Самостоятельные решения принимаются из совокупности чувств, то есть то, что вы чувствуете по поводу того или иного решения. То есть вы опираетесь на свои чувства. Вот. Вы опираетесь на понимание пользы и вреда для себя, исходя из своих ценностей. Это в общих чердах условия для того, чтобы человек принимал собственные решения. Свои. Дальше. Вы пишите, я по натуре вполне самостоятельный человек и сама могу в путешествии за границей одна съездить и проблемы какие-то решить. Мне очень легко помогу попасть под влияние других людей. Понимаете, что интересно, но, так скажем, вот это вот влияние других людей, это история не про самостоятельные отношения. Не про самостоятельные решения, то есть, простите. Это история про, скорее, неуверенность в себе. Вот про что это история. То есть, это история о том, что вы доверяете себе меньше, а другим, соответственно, доверяете вы больше. Ну, по ряду причин. И здесь нужно, скорее, доверять себе. Доверять себе, для этого нужно услышать свои же чувства, услышать себя. И здесь, поскольку мы говорим о таком важном аспекте, как чувства, очень нужно понять, почему вы своим чувствам не доверяете. То есть, совершенно очевидно, что были какие-то у вас обстоятельства, были какие-то обстоятельства, которые сподвигли вас, вероятно, на то, чтобы вы больше, больше доверяли другим людям, нежели, чем себе. Именно доверяли. Именно доверяли. А что за этим, что за этим стоит? Попрепенность угодить другим, страх одиночества, может быть, что-то еще. Ну, нужно понять. То есть, нужно понять мотив. Нужно понять вашу мотивацию. Мотивацию, почему вы прислушивались к другим людям. Это первое. И второе, это ваша неуверенность в себе. Здесь она довольно четко прослеживается, что вы мнение других людей воспринимаете с большим приоритетом, чем свое мнение, чем свое решение. Почему так, у нас это, это тоже нужно выяснять. Скорее всего, тут все дело в семье, когда семья, ну, спозиционирует себя так, что мы, что есть родители, допустим, знаем лучше, как тебе нужно и что тебе нужно, да, а ты сама какие-то вот принципиально важные решения не принимаешь. Вот. Ну, как правило, именно на такой почве, да, именно при таком раскладе и появляется эта самая неуверенность в себе. То есть, ну, гиперопека, вот это все. Вот. Либо наоборот, отдаленность, отдаление какое-то, да, и, соответственно, посыл угождать. Но, в любом случае, в любом случае, вам не хватает обратной связи от того, что вы делаете. То есть, вот, именно вам, да, именно вам, лично вам не хватает обратной связи от того, что вы делаете. То есть, почему, почему, да, человек прислушивается к другим, потому что он в себе не уверен. Потому что у него, грубо говоря, нет возможности, да, проверить свои силы. То есть, я могу, я могу проверить свои силы только тогда, когда я что-то делаю, получая обратную связь. У вас, у вас, по-видимому, по-видимому, такого нет. То есть, вы не можете получить обратную связь от того, что, вот, собственно, вы делаете. От того, что для вас важно. Почему-то. Почему это, это вопрос отдельный, это вопрос другой, но важный. Дальше. Дальше. Очень доверчиво и наивно. Да? Доверчиво. Ну, наивность я бы разобрал более подробно, да, потому что наивность очень деликатная история, и в наивности, в общем-то, ничего плохого нет. Я бы сказал, сказал даже больше, что наивность это хорошо, потому что наивность позволяет получать от жизни именно те впечатления, которые она дает, если не быть наивным в какой-то степени, то вы рискуете видеть, видеть жизнь только в серых красках, что, в общем-то, не принесет вам чего-то хорошего. Поэтому, я думаю, что именно наивность, вот, именно наивность, а лучше всего рассмотреть все-таки более детально и более подробно. Что касается доверия, что касается доверия, вот, то доверие это ответственность. Чтобы нам лучше понять, что это значит, да, давайте пойдем от обратного и представим себе такую историю, что вы никому не доверяете. Что значит никому не доверять, да? Никому не доверять, значит, не доверять себе. То есть я никому не доверяю, я не доверяю своим чувствам. Я не доверяю своим чувствам, поэтому я никому не доверяю. Не могу довериться, не могу позволить кому-то, да, что-то сделать для себя. Потому что я боюсь, а, ну, боюсь, а, что мне причинят боль. Боюсь, что он мне сделает плохо, боюсь, что он, ну, что меня обманут, вот, и так далее. Понимаете? А когда ситуация происходит как у вас, что вы очень доверяете, слишком доверяете, то это означает, что вы через чур полагаетесь на других людей. Через чур перекладываете на них свою ответственность. Ну, ответственность за себя, например. Вот. То есть там, там бы, где этого делать не нужно, да, там бы, где не нужно вам перекладывать на себя ответственность, вы это делаете. Обдуренная вера. Следующий важный аспект, это отсутствие критикующих фильтров. К примеру, если вам что-то, ну, например, скажет, что, допустим, земля плоская, наверное, вы отнеситесь к этому мнению критично, потому что вы четко знаете, что земля круглая. Данная уверенность, данная уверенность в чем-то способствует тому, что вы, скорее всего, противопоставите мнению другого человека свое. И, скорее всего, противопоставите его, ну, противопоставите мнение, да, в любом случае, насколько бы авторитетным этот человек не был. Потому что вы четко знаете, что Земля круглая. Но почему же вы так же четко не знаете и все остальное, что касается вас и ваших решений и вашего выбора, да? Потому что вы не подвергаете критике, вы не подвергаете сомнению, что это вам говорят другие люди. То есть, себя сомнению вы подвергаете, а тут и говорят другие люди, нет. И почему вы подвергаете сомнению себя, это отдельная тема. Что тут, к сожалению, ну, нельзя вот так вот сказать, что тут нельзя так определить, почему вы себе не доверяете. Вот, но совершенно очевидно, что он, значит, ну, вы, точнее, у вас, у вас, у вас, у вас, у вас отсутствует, фильтры, критикующие фильтры, и на этот вопрос, на этот вопрос, вам тоже нужно ответить в себе. И далее, критикующие фильтры нужно установить. Чтобы что-нибудь говорил, да, вот вам что-то говорит, да, допустим, вот пример с подругой. Вы пишите, значит, так, подруга пригласила на отдых, меня все устраивало, хотя, может, в душе я понимал, что место она выбирает по своим интересам, и цели там у нее свои. Про это сейчас скажу. Пока подругое. Вот, посоветовавшись с другом, пишите вы. Вот, знаете, в первую очередь нужно определить, а вы зачем вообще с другом советуетесь? Для чего? Почему друг ваш привлекается к тому, что делаете вы? То есть, ну, у друга свое восприятие, у вас свое восприятие. В чем вы не уверены, что решили посоветоваться другом? В чем вы не уверены были? Если вас все устраивало, то зачем советоваться тогда с кем-то? Если вас что-то не устраивало, то об этом можно было сказать подруге. Кстати, это еще один момент о том, насколько вы полно и искренне выражаете свои чувства. Вот. Если выражаете. То есть, это очень важная история. Это очень важная история. Да? Потому что... Если вы свои чувства не выражаете прямо, то вот здесь ик может крыться одна из причин, почему вы советуетесь с друзьями по поводу тех же дней отпуска, отдыха и так далее. Сейчас это все, вот, все, по что вы сказали другу, да, то есть, сказали, вот, ты знаешь, вот, такая история, да, я там должна ехать с подругой, ну, подруга пригласила меня или что-то типа того, вот, но я не уверен. Почему вы ей не сказали об этом самой подруге? Может быть, она даже не знает, что вам кто-то не нравится, может, она даже не знает, что вас какие-то вещи напрягают. И не зная, она ведет себя так, потому что уверена, что вас все устраивает. И вы сами сказали, что интересно, что вас все устраивает. То есть, тут вот такая вот тоже не совсем ясная ситуация по этому поводу. Дальше, Идион. Вы пишите, что он сказал, что лучше не ехать. То есть, я, конечно, не знаю, какие у вас друзья, я, конечно, не знаю, какие у вас друзья, но, как мне кажется, человек не может, не может просто взять и сказать, вы знаете, тебе лучше не ехать. Вот это уже какой-то, знаете, какой-то прям, ну, если не совет, если не навязывание, то точно вмешательство в ваши личные границы. Что неприемлемо. Вот. То есть, тут вопрос в том, как вы выстраиваете отношения с друзьями. Насколько у вас вообще соблюдаются личные границы и соблюдаются ли они. Дальше. Смотрите. А вы пишите. В душе я понимала, что место она выбирает по своим интересам и цели у нее там свои. Правильно. Но ведь эта подруга пригласила нас на отдых. Подруга. Так с чего бы ей не выбирать место? Вот если бы вы пригласили ее, то, наверное, место в таком случае выбирали бы вы. Надеюсь, это логично звучит. Дальше. Дальше. Вы говорите о том, что вы понимаете, понимали, что она делает это для себя. Ну, так вот, условно, условно обскажем. Вы понимаете, что делала она это условно для себя. Хорошо. Если вы это понимали и все равно продолжали, ну, все равно хотели и хотите, возможно, с ней быть, ну, поехать с ней, да, на отдых, на отдых, вот. То, скорее всего, скорее всего, вам что-то нужно. Скорее всего, вам что-то нужно. Вы, скорее всего, чего-то хотите. То есть, у вас есть какие-то желания, у вас есть мотив, да, у вас есть мотив поступать именно так. Так, у вас есть мотив, мотив соглашаться на эти, может быть, не совсем, как это сказать, устраивающие вас условия, вот. У вас есть мотив, а меня только интересует, что это за мотив, понимаете, какой это мотив, что стоит за этим массивом, то есть, ну, как вы вот понимаете, что, по сути, если у вас, это желание, да, определенные желания ваши, вы стремитесь их удовлетворить, получается, вы заинтересованы в том, чтобы поехать, и вы этого хотите. Но вы все равно советуете другом, значит, вы в чем-то сомневаетесь, либо вы сомневаетесь в своих желаниях, либо в чем-то еще, либо вы не доверяете себе. Я не знаю, потому что информации о вас слишком мало. Я не знаю, что именно, но причины, но причины здесь вот такие. Это по поводу того, что, значит, вот у нее цели свои. Дальше, спустя какое-то время я обсудил этот вопрос в семье, зачем, зачем. Понимаете, здесь вопрос личных границ стоят. То есть, как вам сказать? Ну вот представьте, что у ваших родителей, да, просто вот у ваших родителей, есть определенная точка зрения, скажем так. Вот, ну просто вот, определенная точка зрения на что-то. Она, эта точка зрения, неплохая. Она просто есть. Да? И советуясь, советуясь, с определенными людьми, зная, а вы знаете, что у них есть какая-то точка зрения, вы скорее всего, скорее всего, знаете, какой будет их, ну, совет, реакция, ответ, поведение, мнение и так далее. И здесь, как бы, нужно выбор сделать вам свой. То есть, у родителей, у семьи свое представление о том, как должна складываться дружба, как должны складываться отношения между, ну, романтические отношения, да, между любовными партнерами и так далее. Вот. Но это их позиция. Это их позиция. Это их мнение. И, следуя их мнению, вы будете такой же, как они. Вопрос в том, считаете ли вы для себя это позитивным? Считаете ли вы для себя это тем, что вам нужно? Считаете ли вы это для себя тем, что сделает вас, например, счастливой? Допустим. Вот это точно вам нужно понять. А для чего, для чего необходимо понимание вреда и пользы своей? То есть, что для меня вред, что для меня польза и так далее. И как я, соответственно, реализую эти аспекты, да, реализую вред и реализую пользу. Если я, например, соглашаюсь на вред, да, то какой ценой? Понимаете? То есть, установление личных границ, где я, где другие. И фильтр, то есть, такой буфер безопасности между этими двумя аспектами в виде вреда и пользы вам, необходимо установить. Критерии определяются вы сами. То есть, подумайте, почему изначально вы согласились, ну, а почему изначально вы согласились на поездку с по-другой? Потому что вы чего-то хотели, да? Чего вы хотели? Для чего? Какие у вас желания? Второе, второе. Эээ, подруга. Подруга. Ээ, может ли, может ли подруга вести себя, ну, по-другому? То есть, могла ли она действовать иначе как-то? То есть, эээ, вот, прежде чем от неё требовать, да, что-то? Прежде чем отказывать ей и так далее, прежде чем её осуждать, да? Ээ, задайте вопрос. Эээ, себе. А она может по-другому? И, и, она действовала когда-нибудь по-другому? Если нет, то она такая. И вы, коли уж вы её друг, должны её принять, такой, какая она есть. Если вы не принимаете её, такой, какая она есть, это ваше право. Но, в таком случае, нельзя называть её подругой. Понимаете? Для вашего друга и для вашей семьи она никто. Вы сами сказали, что лично они её не знают. Лично они, они с ней не знакомы. Но, даже если бы и были знакомы, всё равно она им никто. Вы это правильно понимаете? Вот. Но, по одной из причин, которые я озвучил, вы мнение других людей считаете для себя важнее. Вполне возможно, что вы ориентируетесь просто на мнение окружающих. И это, помимо неуверенности в себе, ещё и непонимания каких-то вещей. Ну, например, в детстве вы не получили ответов на вопросы какие-то. Вот. И поэтому, вот из-за того, что вы не получили ответов, из-за того, что вам не совсем понятно, да, не совсем вы понимаете какие-то вещи, вот, вы ориентируетесь на мнение других людей, потому что для вас самой это непонятно. Что? Ну, и такое бывает частенько, когда родители, родители человека, да, такие достаточно властные, сроки, вот, и либо растили ребёнка в тепличных условиях, то есть, в условиях, когда человек сам ничего не решал, вот, либо в условиях, когда был жёсткий контроль, строгость, ну и так далее, вот. То есть, тут, опять же, необходимо вам, вот, эти моменты, если они есть, да, если они есть, их необходимо подкорректировать, да. То есть, если ваши родители были строгие, то, соответственно, нужно вам вспомнить, вспомнить свою часть личности, которая отвечает за самостоятельные решения, за самостоятельные чувства, вот, и так далее. Это вы забыли, ну, потому что у вас семья, вас семья так воспитала, да, вот. Это же не случайно, что вы про отдых с подругой, да, про отдых с подругой советуетесь со своей семьёй, именно советуетесь, то есть, для семьи вы неуверенный в себе человек, а значит, вам грозит опасность, а значит, вас надо от этого защищать. Именно так думает почти любая семья. Именно так. К сожалению, к сожалению. Хватит. Дальше. Ага, я в сомнении, а по поводу чего я хочу принять своё личное решение, но с чем голосом перебил меня, подскажите, как в таких случаях действовать. А для чего вам вообще изначально нужны были голоса? Какой цель? Вот вы и подумаете, голоса своей цели добились, достигли или нет. То есть, если голоса добились своей цели, да, то есть, вы получили от них, чего хотели, то они не должны вас перебивать. А если они не получили, чего хотели, значит, у вас неверное поведение по реализации своих желаний. То есть, вы здесь из начальных совета, если вы на что-то рассчитывали, вы же чего-то ожидали, а теперь получается, что вы сами не рады тому, что эти голоса у вас есть. То есть, получается, что ожидали вы чего-то другого. Вот. А чего они ожидали? То есть, голоса, они никуда не уйдут. Голоса, они всегда будут. Голоса есть, даже если бы, если... Голоса будут, даже если вы не будете советоваться, равно будут голоса. Потому что вы знаете, как поступит, например, ваша мама в той или иной ситуации. Вы знаете, как мама, там, допустим, хотела бы, чтобы вы поступили в той или иной ситуации. И так далее. Вы это знаете, и мамы это знают. Этому делу не в голосах, не в том, чего голоса хотят от вас. Понимаете? Вот. А это уже... Немножко такая другая история. То есть, если вы поймёте для себя, что есть вред и что есть польза, да? Что для вас вред и что для вас польза. То вы, на мой взгляд, сможете лучше идентифицировать голоса и сможете с ними договариваться у себя в голове. Если не получится, если не получится, то обращайтесь к психологу, мы вам в этом поможем. С радостью. Вот. В целом, такая вот история. Невозможность принимать самостоятельное решение может скрывать просто отсутствие навыка как такового. И может скрывать серьёзные запреты на какую-либо самостоятельность, которая выгодна вашим родителям. Это не означает, что родители вас не любят. Это просто означает, что у них, ну, вот такая позиция. И здесь, на самом деле, ничего такого, прям, экстраординарного нет, к сожалению. Но это то, что нужно подкорректировать. Пока вы прислушиваетесь к себе, да, и пока вы чересчур доверчивы. И пока вы не определили грань, например, наивности своей и своей личной границы, вам будет сложно принимать своё решение. Потому что всегда есть люди, которые, ну, всегда найдутся люди, которые будут приняться за вашу счёть, как-то, значит, ну, как-то себя реализовать. Вот. Вот. К сожалению. Вот. Опять же, это нормально. Что за это нужно просто принять. Принять, что все люди эгоисты и каждый стремится к своим каким-то целям. Вот и всё. И только добившись своих целей, только будучи удовлетворённым, человек может делать что-то для других. Никак иначе. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.